Музей Победы на Поклонной горе. Центральная площадка пятого юбилейного диктанта Победы. Именно здесь председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин дал старт масштабной патриотической акции. Сегодня диктант Победы объединяет людей разного возраста, разных профессий, людей, для которых образ Великой Победы остается высоким нравственным ориентиром. Я уверен в том, что диктант Победы и участие в этой историко-патриотической акции является настоящим гражданским поступком и одновременно достойным способом отдать дань памяти и уважения нашим отцам и дедам, победившим в жестокой борьбе с опасным врагом, с нацистской Германией. В этом году диктант Победы провели по всей России и еще почти в 50 зарубежных странах. Для проведения акции организованы более 22 тысяч площадок. Принять участие в диктанте смогли и жители новых регионов России. Сегодня диктант Победы будут писать в городах и в селах, на учебных судах и на арктических станциях, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на плавучей станции АТЭС. Прямо сейчас участие в диктанте приступают пассажиры многих авиакомпаний, находящихся непосредственно в воздухе. Завершился первый этап диктанта Победы в дальневосточных регионах, где на вопросы отвечало на более чем 1700 площадках. Основные темы диктанта – Сталинградская и Курская битвы, бокада Ленинграда, освобождение Донбасса. Кроме того, в этом году в тест включили задания и о Нюрнбергском процессе. Диктант Победы – это не просто великолепная возможность проверить свои знания. Для подавляющего большинства из нас это и возможность понять, как много мы не знаем еще о величайших страницах нашей истории, об истории Великой Отечественной войны, об истории движения к победе. И диктант Победы мотивирует каждого из нас, и в первую очередь молодых людей, для того, чтобы учиться, для того, чтобы изучать историю. Диктант Победы – это международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Участники в течение 45 минут должны выполнить 25 заданий. 20 из них будут одинаковыми для всех участников, а еще 5 – варьироваться в зависимости от региона, в котором пишется диктант. В этом году отличительная такая особенность этой акции, что по ее итогам будет сделан еще и видеоразбор заданий. Подробно будет рассказано о том, на что следует обратить внимание при подготовке к диктанту в будущем. Будет объяснено, как, собственно говоря, вопросы составлялись, из чего состоят их ответы. И в этом разборе будут принимать участие в том числе и авторы этих заданий, и приглашенные специалисты. В мае такие видеосюжеты, они появятся на сайте «Диктант Победы». Впервые «Диктант Победы» провели в 2019 году, и с тех пор количество его участников ежегодно растет. Если в первый год в акции приняли участие около 100 тысяч человек, то в прошлом году на вопрос ответили более полутора миллионов участников. Патриотизм – это во мне всегда воспитала мама, бабушка, отец, и привили, так сказать, культуру подобную. Победители «Диктанта Победы» смогут посетить парад Победы на Красной площади. Абитуриенты, правильно ответившие на все вопросы диктанта, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Служба информации фонда «История Отечества».